Середина сентября Для школяров непростая пора адаптации к учебе, ну а для всех прочих просто бабье лето, прощание с уходящим теплом. А еще в недалеком советском прошлом именно в середине сентября. Криворожане в последний раз в году собирались все вместе на большом общегородском празднике. Эта традиция родилась в сентябре 60-го. Праздник назывался День труда. Кривий Ріг – місто праці. У Криворожців стало традицією щороку проводити свято праці. У цьому році свято особливе. За трудові успіхи у 8-й п'ятиріці місто стало кавалером ордена Леніна. Криворожан 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 Новая трамвайная линия В сентябре 1959 года городская газета сообщила о неожиданной находке, которая обнаружилась в Соколовском песчаном Карьере. При проведении вскрышных работ мастер-колесников, тракторист Микно и бульдозерист Микайлов наткнулись на огромный скелет доисторического животного. На страницах червоного герныка уникальную находку прокомментировал аспирант кафедры минералогии Горнорудного института Леонид Белокрыс. Оказывается, скелет принадлежал редкому животному – гигантскому динатерию. Сегодня его можно увидеть в экспозиции Городского краеведческого музея. Возраст экспоната страшно представить себе – 15 миллионов лет. 26 сентября 1965 года на улице Мусоргского торжественно открылся новый Большой дворец культуры Центрального горно-богатительного комбината. Новый дворец был построен из современных материалов – кирпича, стекла и бетона. Просторное фойе, концертный зал на 800 мест, механизированная сцена. По размерам и техническому оснащению дворец превзошел все подобные городские сооружения, а по внутренней и внешней отделке не имел в себе равных и в области. Мозаичные росписи выполнил член Союза художников СССР Георгий Бахмутов. В разные годы истории, но именно 24 сентября в городской газете помещались материалы, так или иначе связанные с личностью Сергея Михайловича Мелешкина. 24 сентября 2006 года исполнилось 100 лет со дня рождения этого выдающегося специалиста горного дела. Выпускник Днепропетровского горного института Сергей Михайлович Мелешкин в Кривой Рог приехал в 1935 году. Первое время работал в Нигре, но уже через два года ушел на производство. Возглавил шахту имени Арджелитица. Талантливый инженер, умница, интеллектуал Мелешкин намного опережал время. Уже тогда, в 30-х, уверенно говорил о необходимости проникновения науки в производство, внедрении новых технологий. Молодой руководитель умел ценить специалистов. Не обращая внимания на анкетные данные, Сергей Михайлович поддерживал способных инженеров. Не боялся ставить на самые ответственные посты людей с неправильной по советским меркам анкетой. А ведь тогда, в конце 30-х, на этом укрешится далеко не каждый руководитель. Возглавляемый им коллектив шахты имени Арджелитица к концу 30-х добился значительных успехов. Сам Серго Ардженкидзе назвал эту шахту лучшей в Советском Союзе. В 1939 году в Кремле из рук всесоюзного старосты Михаила Калинина Сергей Мелешкин получит свою первую высокую награду – Орден Ленина. В дальнейшем его трудовая деятельность будет неоднократно отмечена высшими правительственными наградами. В годы войны Мелешкин уже в ранге начальника Союзного управления главы РУДА много сделал для обеспечения оборонной промышленности страны стратегически важным сырьем. В освобожденный Кривой Рог Сергей Михайлович вернулся одним из первых – 22 февраля 1944-го. Линия фронта находилась еще совсем рядом с городом. Восстанавливать полностью разрушенный подземный Кривбас приходилось в практически боевых условиях. Уже через три недели после освобождения начали выдавать первую послевоенную РУДУ несколько небольших криворожских шахт. В 1952 году Мелешкин получил новое высокое назначение – пост замминистра черной металлургии СССР. Он стал одним из инициаторов и организаторов развития новой отрасли – горного обогащения. Но есть еще один Кривбас. Несметным богатством открылись карьеры с РУДОЙ, веками считавшейся бедной. Фронт наступления на бедные РУДЫ открыла еще невиданная техника – термобур. Один из его создателей – потомственный криворожец, инженер Мелешкин. Включайте! Может быть, это и есть та ракета, о которой мечтали в бригаде «Буряка». Но не в космос, а в недра земные устремлена неудержимая сила огня. Плавится, отступает рудные толщи. Эти кадры были сняты в середине 50-х. Интересный нюанс. Сергей Михайлович представлен здесь просто инженером, хотя на тот момент он уже был замминистра черной металлургии. В этом сюжете есть и еще одна маленькая неточность, впрочем, вполне простительная. На самом деле Мелешкин не был коренным криворожанином. Но так ли это важно, если сам он всегда считал Криворог родным городом? На Криворожской земле он сделал первые шаги в профессии. В Кривбасе добился первых больших успехов. Здесь были задуманы и воплощены в жизнь его первые инженерные проекты. Криворожане тоже не забывали о заслуках Сергея Михайловича. Радовались его успехам. С гордостью называли его своим земляком. Имя Мелешкина было известно во всем мире. Он был участником и одним из организаторов Всемирных конгрессов горняков и обогатителей. Как ведущий специалист горного дела, представлял страну за рубежом, оказывал техническую помощь коллегам во многих странах мира. Сергей Михайлович Мелешкин умер в Москве в 1972 году. Некролог, напечатанный в газете «Правда», был подписан высшими руководителями Советского государства. Похоронили Сергея Михайловича на Новодевичьем кладбище. По просьбе семьи на его могиле установили криворожский монолит. Надгробие создал криворожский скульптор Александр Восякин. В нашем городе память Мелешкина была увековечена в названии улицы. Эту точку у основания улицы Мелешкина давно облюбовали фотографы и телевизионщики. Здесь, с этой точки, открывается узнаваемый индустриальный криворожский пейзаж. Улица Мелешкина сегодня – это центральная магистраль Саксаганского района. Но история этой улицы не такая долгая. Всего полвека назад здесь, на этом оживленном месте, был сплошной пустырь. Вот эту развилку дорог до сих пор местные жители по старой привычке называют мост. Хотя уже давно протекавшую здесь Саксагань принудительно загнали под землю. А на месте старого моста построили новую дорогу. За последние полстолетия этот пейзаж изменился до неузнаваемости. Вот так он выглядел в первые послевоенные годы. Тогда уже практически не оставалось следов от некогда живописной усадьбы бывшего владельца этих земель, рудопромышленника Голковского. Из жилых построек сохранились только ветхие домики поселка Старая Колонка. В конце 40-х здесь обнаружили богатые залежи руды. Район был признан перспективным. Первым застройщиком стал кадровый военный, освободитель Кривого Рога, будущий управляющий рудоправления имени Кирова Михаил Губский. Со строительными материалами в те годы были проблемы. Потому первые жилые дома построили не из кирпича, а из шлакоблоков. А то, что их архитектура выглядит так необычно для здешних мест, на то есть свое объяснение. Дома эти строили немецкие военнопленные по проектам Шмидта и Боргерса, уроженцев Рура. В середине 50-х на Большом пустыре возвели Дворец культуры. Вслед за ним построили больничный городок. Они-то и определили контуры будущей улицы. В 1958 году в центре пустыря перед Дворцом культуры установили памятник. За спиной Артема выросли дома. Так сформировалась центральная площадь района. Мелешкина – одна из самых напряженных, самых оживленных и широких городских автомагистралей. Но так было далеко не всегда. Поначалу на новой улице были высажены в центре два ряда деревьев. И улица получила соответствующее название – Бульварная. В 1971 году на Бульварной проложили троллейбусную линию. В кадун 54-й годовщины Октябрьской революции открылся новый маршрут номер 5. Деревья на Бульварной убрали, саму дорогу расширили. И с того времени она обрела статус главной магистрали, ведущей в северную часть города. Район застраивался очень быстро. Буквально на глазах выросла первая высотка – административный корпус рудоуправления. Вслед за ним построена швейная фабрика. В 80-м открылся новый, самый большой в городе кинотеатр. То был год Московской Олимпиады, потому и назвали его «Олимп». В начале 80-х всерьез рассматривался вопрос о переносе административного и культурного центра города в Саксаганский район. Определенная логика в этом проекте была. Район очень быстро развивался и к тому же являлся географическим центром Кривого Рога. Улицу Бульварную переименовали. Дали ей имя Сергея Мелешкина. В перспективе эта улица должна была выполнять роль центральной магистрали города. Но грянул кризис 90-х и о проекте забыли. Но что с того? Улица эта, изначально лишенная провинциальных комплексов, пережив тяжелые времена, одна из первых начала активно преображаться. Сегодня она вполне может соперничать с самыми красивыми проспектами нашего города. «Волшебное перо жар птицы». Вот по таким сказочным заголовкам вышла статья в червоном герняке 29 сентября 1986 года. Статья рассказывала о победе нашего земляка Владимира Малахова на 12-м международном конкурсе артистов балета в Болгарии. Это была первая большая победа Владимира и первая публикация о нем в городской прессе. Тогда, 20 лет назад, еще мало кто мог предположить, что пройдет совсем немного времени, и гуттаперчевый мальчик из Кривого Рога станет суперзвездой мирового балета, квинтэссенцией нового танца рубежа веков. Мировое признание и успех Владимира Малахова уже превзошли славу и гонорары всех современных звезд балета. Его ставят в один ряд с такими легендами 20-го века, как Нижинский, Барышников, Муреев. В течение трех лет подряд главный танцевальный журнал Японии называл Малахова «Лучшим танцовщиком мира». Он – обладатель балетного Оскара, международной премии «Божественный» и престижнейшей премии «Бенуа де ля Данс». А самые первые свои шаги в искусстве балета Володя сделал на сцене Криворожского дворца культуры «Металлургов» под руководством опытного педагога Таиси Павловны Паршиной. Она-то и разглядела редкий талант мальчика и посоветовала поступать в профессиональное училище. Выдержав огромный конкурс, более ста человек на место, в 1978 году 10-летний Владимир был зачислен в лучшее в Советском Союзе Московское хореографическое училище. Интернат. Родственников никого нет. Ни тети, ни дяди, ни бабушки, ни знакомых, ни близких. И, конечно, это было все очень сложно. Многие осуждали. Даже моя мама, когда была жива, она очень плакала и говорила, куда вы отвозите ребенка, издеваетесь над ним. Но это была, во-первых, моя мечта неосуществимая, когда я занималась танцами и спортом, и с художественной гимнастикой. И вот эти невоплощенные мои мечты, они как бы отразились и должны были в ребенке осуществиться. Владимир Блестяще закончил училище, но в Большой театр не попал по совершенно банальной причине. Не было московской прописки. Его пригласили Наталья Касаткина и Владимир Василев. Малахов очень быстро становится ведущим солистом их коллектива – московского классического балета. Вместе с ними выезжает на первые зарубежные гастроли. В парижском гранд-опера зал ему аплодирует стоя. Известнейший французский критик Ирена Литова с недоумением воскликнула – «Неужели Москва не понимает, что этот парень – гениальный артист?» Но Москва не понимала. В 1991 году, когда развалился Советский Союз и в стране стало не до искусства, Владимир принял решение остаться работать за границей. В течение нескольких лет, и это беспрецедентный случай, Малахов одновременно являлся солистом самых престижных театров мира – Американского Митрополитен-опера, Королевского балета Канады, Баварской, Штутгартской и Венской опер. Его танец – это феноменальное совпадение всего, что только может быть в танцовщике. Удивительная физическая красота, великолепный артистизм, безукоризненная техника. А еще феноменальная прыгучесть. Кажется, что для Малахова не существует земного притяжения. Он не боится экспериментов ни в балете, ни в жизни. Позирует для художественной фотографии, снимается в кино, выступает в роли модели. Успешно работает в качестве постановщика, а с 2001 года возглавляет балетную группу Берлинского государственного оперного театра и является единственным в мире танцующим директором. Его время расписано по минутам на годы вперед. И, увы, в этом плотном графике совершенно невозможно выкроить время для приезда на родину. Но это вовсе не значит, что он забыл свои корни. Он всегда, везде, во всей литературе, посмотрите, родился в Кривом Роге. Если интервью, Малахов родился в Кривом Роге, на Украине, в столице черной металлургии. Так вот знают и в Японии, и в других странах. Вот поэтому он всегда свои корни, всегда он помнит и передает привет своей первой учительнице, Лидии Дмитриевне, я сынок, Таисы Павловны Паршиной. Но это с кем он здесь сотрудничал, многих помнит и очень тепло говорит о них. В разных странах мира о нашем земляке издают книги и снимают фильмы, создают клубы почитателей Малахова. А не так давно Владимиру было присвоено звание почетного гражданина, нет, не Кривого Рога, а далекого Сан-Пелькина. Телерадиокомпания Рудана была основана еще в марте 1993 года, но первый эфир состоялся в первый месяц осени. В сентябре 1993-го криворожане впервые познакомились с муниципальным телевидением. Под телестудию Рудане выделили небольшое старое помещение вблизи телевышки. Пустые комнаты, голые стены, лампочки в патронах. Из небольшой трехкомнатной квартиры предстояло оборудовать настоящую телестудию. Я прекрасно помню, когда делались первые записи. Возможно, не можно было в помещении абсолютно ничего записывать, не было ни интерьера, абсолютно не пристосованные помещения. И как вы выходили из этого положения? Знайшли четыре дошки, сколотили их между собой. И на эти четыре дошки натягли тканину, яку также прибили цвяхами. Ну, приблизно, это размер 2 на 2 метра. Поставили. Вот есть уже, что называется, задник. Вот. Посадили людину на стілець перед камерою для того, чтобы подставки под микрофон або штатив для микрофонів. Такого поняття тоді взагалі не иснувало для Рудани. И саме тому поставили табуретку перед ведучою. Вот. На табуретку положили книжки. На книжки положили банку спидфарби, якою щось підфарбовували тут же, там батарея або там двері. И вставили туди всередину микрофону. Это вот такая вот была подставка под микрофон. Але її, звичайно, видно не было в кадре, оскільки было видно, ну, так вот приблизно, лише головку микрофона самого. До речі, камера сама ставилася на драбину. Знову ж таки штатив для камеры не было. І оператор героїчно намагався там от якимось чином ще і працювати цією от камерою, щоби там від'їхати, щоби зробити якийсь план, щоби поміняти план. Ну, от, з цього починалася руда. У весельному наряді важливо все. Фактура матеріалу, яскрава кольорова пляма, прикраси, модернова аплікація, вишивка, букет білих троянд. Були проблеми з записью звука. Каждае произнесене слово, отражаясь от голих стін, ехом розносилось по пустой комнаті. Для того, щоб цей ефект діжки якимось хоча б чином нейтралізувати, було прийнято рішення, що максимально мобілізувати максимальну кількість людей, які були на цей час на Рудані, загнати саме в цю кімнату, щоб всі увійшли, стали якось в коло це взяли і таким чином цю луну хоч трохи могли нейтралізувати. Ну і, відповідно, ви можете уявити, з яким виразом обличчя працювала ведуча, і через сміх, через, можливо, сльози, через якісь емоції не завжди адекватні, записувалися ці підводки до матеріалів в першій інформаційній програмі, яка виходила на Рудані. Якщо вспомнить історію, то 1993-й год – це було дуже інтересне час, коли Рудана почала виходити в ефір з своїми програмами. Ідей було дуже багато, программ теж. Якщо сьогодні була тільки одна ідея, то к вечеру в ефір вже виходила программа. Ці программи не утверджало руководство. І зачастую я тільки перед самим началом ефіра узнавала о том, що буде в програмі, яка буде в програмі. В перше время на Рудані в буквальному смыслі слова дневали і ночевали. Іздобу приносили все, що тільки може пригодитися для оформління студії. Некоторі программи таки вовсе записували в собственних квартирах. За своі деньги покупали на базарі видеокассети з новими фільмами і крутили їх в ефірі. По наївності і мисля не возникало о ліцензірованні продукції. Уж дуже хотілося тоді порадувати зрителей. А в сентябрі 93-го выбор у гриборожських телезрителей був і небольшой. Кроме пари центральних каналів, в ефірі работала нова международна коммерческая ТРК. Ну і новорождённая Рудана. Інтересно, що точне время выхода рудановських передач в газетах обозначено не було. Начало ефіра – 20.30. В конце скромне примічання – можливі змінення в програмі. На самом діле змінення були не то, що можливі, а дуже навіть вероятні. Все программи тоді записували на кассети. І потім буквально горячими з монтажного стола бігом несли на ретранслятор, відкуди вони і потрапили в ефір. Бували навіть такі ситуації, коли ми монтували програму «Місто». До речі, слово «Місто» і назва програми «Місто» – це ідея була Дмитра Цимболюка, покійного нині. І він планував як авторську свою програму. Просто ця назва так прижилася і пішла як загальна програма, під яку почали робити міські новини. Так от, бували такі ситуації, коли в ефірі закінчувалися мультфільми, які ми поставили, і нам дзвонили з вежі, і кажуть, що у вас вже барашки поплили в ефірі, що давайте скоріше не несіть що-небудь. І тоді вибір був такий, що або чергову порцію якусь мультиків термінового було знайти і поставити в ефір, щоб якось врятувати ситуацію, або швидше закінчувати монтувати програму «Місто». За короткое время рудановцам пришлось освоить все телевизіонные професії. Були сами себе не тільки режиссерами, но і редакторами, операторами, монтажерами. Експериментів не боялись і смело брались за любоє нове діло. Перший раз в прямой ефір вышли неслучайно 1 апреля 94-го года. Так, на всякий случай, щоб можна було в случае возможних неполадок повеселитися вместе со зрителями. На то він і день смеха. В ефірі інформаційний випуск «Місто». За рік існування Рудани ми виходимо в прямий ефір вперше. Тому якщо виникнуть якісь неполадки, не звертайте на це увагу. Вважайте, що так і повинно бути. Адже сьогодні перше квітня – День сміху. І потрібно віддати должні благодарним криворожським зрителям. На перших порах вони не судили слишком строго. С інтересом наблюдали за першими шагами городського телевидения і благосклонно прощали промахи і неудачи. Наші зрители на удивління були достатньо терпеливі і благодарні. І именно тоді я вперше заметила, що мене почали узнавати на вулиці. І де б я там не була, чим б я там не займалась, я слышала за спинною голос «Смотри, смотри, Рудана». Отримавши вісім оскарів, найкращий крит... Ой, найкращий цікавець... Можете зробити в кінотеатрі Олім. Збудуть це зробити в найближчий час. В сентябре 1997 року в «Городской газете» появилось сообщение о самой старой криворужской груші – ровеснице города. Но почему именно в сентябре было это сообщение, не очень понятно. Інформационного повода для этого, кажется, не було. І время цветення і збор урожаї остались уже позади. Позже выяснилось, що таких груш в Кривому Рогі нескільки. У каждой із них своя история. Але не так давно преподаватель биології Викторія Примячук обнаружила ще одну зеленую долгожительницю, которая на полстолетия старше, чем наш город. Самая старая криворужская груша растет на Карноватке. Вот здесь, за этим зеленым забором. Конечно, дерево – не человек. Свидетельства о рождении не имеется. Но, тем не менее, специалисты уверены – возраст этой рекордсменки около 300 лет. Впрочем, і любой садовод подтвердит – груша растет очень медленно. И чтобы достигнуть такой толщины ствола, нужны не годы, столетия. А талию этой красавицы – 3 метра 60 сантиметров, и вдвоєм не охватить. Хозяин уникальной груши – Николай Харлампевич Кучма, коренной криворожанин. Участник двух войн – японской и великой отечественной. Ветеран-железнодорожник, а еще поэт и философ. Для него эта груша – и семейная реликвия, и символ истории его казацкого рода, глубоко укоренившегося на Криворожской земле. Предки Николая Харлампевича приехали в эти края после ликвидации Екатерины II Запорожской сечи. Занимались ремесленничеством, шили высокие казацкие шапки, кучмы. Отсюда и происхождение фамилии. Отец Николая Харлампевича родился в 1887 году, когда Криворог еще был местечком. Крещен был в Покровской церкви, о чем и свидетельствует эта метрика, писанная еще гусиным пером. А этот семейный портрет сделан незадолго до революции в фотомастерской Подгоецкого, известного Криворожского мастера. Семья Харлампия-Кучмы была многодетной. Девять дочерей и два сына. Самого младшего Николая на фотографии нет. Николай Харлампевич родился позже, в 1919. В тот год Криворог получил статус города. Сегодня Николай Харлампевич – старейший народа и хранитель семейных преданий о чудо-дереве. Одна из легенд гласит, что летом 1917 года теркские и донские казаки приезжали сюда праздновать 200-летие этой казацкой груши. Прямо под раскидистым деревом пили, гуляли. Об этом Николай Харлампевич знает со слов отца. А вот то, что эта груша была такой же огромной и величественной и 80 лет назад, хорошо помнит сам. Однажды, в середине 20-х годов прошлого века в грушу попала молния. Ствол раскололся надвое. Но даже после этого удивительное дерево не утратило своей красоты и необыкновенной жизненной силы. Мне было лет 7, наверное, тогда. Ну, это 80 лет тому назад. Вот тут на груши есть, там, где отпиливали эти ветки, громадные ветки. Вот пилили и сложили их, пригребится этот подвал у нас такой, земляной подвал. Это же еще ранняя весна. И потом начали распускаться почки. И те ветки тоже начали распускаться и зацвели. И хотя грушу не удобряли, не прививали, не опрыскивали каждый год, невзирая на преклонный возраст, она давала отменный урожай вкусных и сочных плодов. Как столовая сорт, она крупная. Но я вот не встречаю, чтобы был такой сорт в крылом роге, я вот не встречала. Это дерево-долгожитель интересно не только для специалистов-дендрологов, но и для историков. Ведь возраст груши указывает на то, что земли эти были заселены раньше, чем была установлена почтовая станция. То есть настоящий возраст Кривого Рога может быть около 300 лет. Ну а пока научные сотрудники Краевического музея добиваются проведения необходимой экспертизы, хозяин груши Николай Харлампевич очень надеется, что станет это семейное дерево заповедным объектом и будет хранить уже не только семейную, но и городскую историю. В сентябре 1998 года в Чаронном Гернаке появилась маленькая заметка из разряда курьезов. На проспекте Карла Маркса зацвел один из каштанов. Тогда эту новость подхватили даже центральные газеты. Но прошел год и все повторилось. Сегодня в Кривом Роге подобной новостью никого не удивишь. Все как обычно. В сентябре снова цветут каштаны. Молодая зелень и цветущие свечи каштанов – зрелище для осени, конечно, интересное. Но все-таки ненормальное. Криворожане, ежегодно наблюдающие этот природный феномен, объясняют явления по-разному. Называют недостаточное питание деревьев из-за маленькой приствольной лунки, неподходящий климат, плохие экологические условия и даже происки зловредного вредителя, минирующей море, которое переместилось в Украину, Западной Европы. Специалисты же основной причиной повторного цветения считают физиологические особенности каштана – дерево красивого, ну, чувствительного к любым изменениям внешней среды. Наступил критичный период, который называется физиологический период, когда не справляется рослина с потребами. И тогда они начинают скидать листья. В этом еще помогает забруднение, которое у нас достаточно значительно сприяло. И листья из дерев опадают значительно ранее. Потом, когда осенью наступает период относительно зболожения, хоть водой не много, но уже температура снижается, рослины просынаются, начинают снова квитоваться. Ну, это квит, звичайно, который не дает никаких наслитков, а только из насилия рослины. С каждым годом по осени зацветает все больше деревьев. Явление это никого не удивляет и уже совсем-совсем не радует. Ведь даже не специалисту понятно – деревья гибнут. А есть ли надежда на их спасение? Каштан в какой-то мере можно спасать, если им организовать належный догляд. Но уже те говорят, что больше, чем положено им рости, они не будут. Потому что они уже полностью использовали все резервы. Можно некоторый час протянуть их, но потом придется менять. И менять, может быть, придется на другие породы, какие больше стеки. Потому что эта порода в данном случае живет значительно гирше. Ну, а пока цветут осенние каштаны. И эти хрупкие свечи может быть знак для нас – призыв деревьев к спасению. Вот таким был сентябрь – первый месяц осени в разные годы Криворожской истории. Но о том, что случится дальше, в следующей главе городского романа. Не пропустите ее, ведь продолжение следует. Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит, как он дышит. Так и пишет, не стараясь угодить, так природа захотела. Почему не наше дело, для чего не нас судить? Вымысел не есть обман, замысел еще не точка. Дайте дописать роман до последнего листочка. И пока еще жива, роза красная в бутылке. Дайте выкрикнуть слова, что давно лежат в копилке. Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит.